Меня зовут Дмитрий Григоряков, я постаратель Российской Мирской Федерации в Крымской Федерации в США. Сегодня я вам расскажу про Нью-Йорк, номинаршка федерации представительства. Город Нью-Йорк расположен на северо-востоке США, в самом богатом регионе страны. Нью-Йорк это столица финансов, столица средств массовой информации, столица моды, столица спорта и конечно же столица международной дипломатии. Мэр города Нью-Йорка Майкл Линбок, тот же губернатор, который основатель самих аккомпаний. В отличие от Москвы, город Нью-Йорк не является отдельным субъектом Федерации, а частью штата Нью-Йорка, столица которого является город Албани. Губернатор штата Нью-Йорка Давид Патрисон. Нью-Йорк это самый крупный город, а также самый крупный трехштатный регион на территории США. Нью-Йорк включает в себя 5 градусов штата Нью-Йорка. Это Манхэттен, Бруклин, Квинс, Стэттен-Айленд и Бронс. Однако, как и во многих современных мегаполисах, в жизни Нью-Йорка участвуют жители всех соседних графств. Поскольку город Нью-Йорк расположен на окраине штата, на него ежедневно ездят на работу и учебу жители штата Нью-Джерси, Непчетта и Нью-Симуэль. В совокупности данная территория называется Швайстер-Реуэр, или же трехштатный регион. Нью-Йорк это самый крупный город на территории США по населению. Население города Нью-Йорка в 2009 году составляло 8,5 миллионов человек, в то время как население трехштатного региона примерно 20 миллионов человек. Средний доход семьи в трехштатном регионе Нью-Йорка в 2008 году составлял 56 тысяч долларов США, что было больше среднего показателя по стране, 52 тысячи долларов США. Северо-Восток США, где расположен Нью-Йорк, составляет 25% от всего ВВП страны. Штат Нью-Йорк занимает третье место по количеству экспортов среди 50 штатов. 27,5 тысяч компаний экспортируют свою продукцию из штата. Валовый внутренний продукт штата 1,1 триллиона долларов США. Встреча в США по величине после Калифорнии и Техаса. Если бы штат Нью-Йорк был страной, она бы считалась 16-й после Турции по размеру ВВП. ВВП трехштатного региона Нью-Йорка превышает ВВП штата Нью-Йорка 1,3 триллиона долларов США. Следующий сайт, пожалуйста. Здесь вы видите главные импортеры продукции штата Нью-Йорка. Следующий сайт. Если бы трехштатный регион Нью-Йорка был отдельной страной, эта территория занимала бы 12-е место в России по величине ВВП. По данным японского Мори Memorial Foundation, в октябре 2009 года Нью-Йорк был назван самым привлекательным городом для бизнеса и инноваций, обогнав при этом Лондон, Париж, Токио. Из 8,5 миллионов жителей Нью-Йорка более 3 миллионов родились за рубежом. В трехштатном регионе Нью-Йорка проживает примерно 1 миллион русскоязычного населения, что является 25% от всей численности русскоязычных в США. Русский язык является четвертым по популярности после английского, испанского и китайского. Следующий сайт, пожалуйста. На карте США вы здесь увидите распространение русскоязычного населения по штатам. Как видите, штат Нью-Йорк далеко опережает остальные по количеству руки. Следующий, пожалуйста. И главные компании, которые представлены в северо-восточной регионе США, из них стоит относительно Лукойл, который достаточно значительно представлен в Пенсионане, Нью-Йорке и Нью-Йорке, а также русский стандарт, который достаточно громко вышел на северо-американский рынок, арендовав остров Статуи Свободы. Это событие покровалось в средствах массовой информации среди американцев. Очень популярно. Из всех городов США в Нью-Йорке находится самое большое количество международных компаний. Один из каждой десяти работников в частном секторе работает на зарубежную компанию. В штате Нью-Йорк международные компании обеспечивают 430 тысяч рабочих мест. Нью-Йорк находится на втором месте после Калифорнии по количеству работников зарегистрированных в иностранных компаниях. Главными странами и медленно инвесторами в штате являются Англия, Германия, Франция, Канада и Швейцария. По данным мирового опроса компании Bloomberg в 2009 году среди инвесторов и аналитиков, Нью-Йорк остается лидирующим мировым финансовым центром, опережая Сингапур, который обогнал Лондон как место, где предпочитают заниматься бизнесом. В 2008 году в финансовом секторе Нью-Йорка было зарегистрировано около 315 тысяч работников, и общий уровень их зарплат составлял 95 миллиардов долларов США. У 170 банков из 50 стран мира есть офисы в Нью-Йорке. Некоторые российские финансовые компании также открыли представительство в Нью-Йорке. Среди них Тройка Диалог, Ренессанская, Шетбэк, Тау. В Нью-Йорке присутствует более 20 тысяч некоммерческих организаций, в которых работают 14% оплачиваемых работников города. Один из самых знаменитых НПО Нью-Йорка, анализирующих российско-американские отношения, это Совет по международным отношениям, Институт Воскоп и Запад, а также НПО Российской Демократии и Институт Демократии и Сотвомничества. В Нью-Йорке находится штаб-квартира ООН и 192 постоянных миссий в ООН, а также 111 консульсов. Большой успех города зависит от его отличной системы инфраструктуры. Система пригородных поездов Нью-Йорка является самой крупной в США. Из трехштатного региона Нью-Йорка летают прямые рейсы более чем в 200 городах мира. Аэропорт имени Джонет Кеннеди – самый загруженный аэропорт в США по потоку иностранных пассажиров. Между Нью-Йорком и Москвой ежедневно летают прямые рейсы от Аэрофлота и Дейты, а также многие другие авиакомпании с пересадкой в Европу. Система морских портов трехштатного региона Нью-Йорка – самая загруженная на восточно-побережье США и третья – самая крупная в стране. Главным портом является порт Нью-Йорк-Елизавет, который находится возле международного аэропорта Нью-Йорк-Либерти. Нью-Йорк также является самым безопасным городом из всех крупных городов США. За последние 20 лет преступность в Нью-Йорке уменьшилась на 80%. В Нью-Йорке сосредоточена самая высокая концентрация правоохранительных органов из всех городов США. Я уверен, мы все видели голливудские фильмы про нью-йоркскую преступность, однако я вас уверяю, это не так. На последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Главный парк города, Центропарк, в 80-е годы являлся оплотом нью-йоркской преступности. Однако сегодня парк является жемчужиной города, где круглосуточно гуляют люди. Парк занимает 350 гектаров Манхэттенского острова, а вдоль парка расположены музеи мирового значения. Такие музеи, как Метрополитен и Музей естествознания, в котором находится самая большая коллекция динозавровых костей и дверей. В концертные залы Линкен-центра приезжают на гастроли лучшие артисты мира. Русские артисты, как Дмитрий Хворостовский и Валерий Гергер, являются постоянными почетными гостями. Рестораны Нью-Йорка славятся своим разнообразием. Особое впечатление производят забегаловки на улицах Нью-Йорка, которые держат эмигранты со всех подалков из одного шара. Пищевое производство является 5-миллиардной индустрией и обеспечивает 19 тысяч рабочих мест в штате. Нью-Йорк также является центром международных спортивных событий. Ежегодно в Кмите проходит чемпионат по теннису «Льюс Опен». В 2009 году Нью-Йорк оказался в центре событий российского бизнеса, когда Михаил Прокоров стал первым иностранцем за всю историю США, купившим команду Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Джерси «Нерц» к сезону 2012 года должны переехать в свои новые стадионы в Бруклине, в строительстве которого также участвует господин Прокоров. Данная сделка подчеркивает ту важную роль, которую играет русский бизнес в Нью-Йорке. В заключении я бы хотел обратить ваше внимание на то, что Нью-Йорк является одним из самых доступных мегаполисов мира по ценам. И в 2009 году был восьмой по счету. Далеко за Москву, которая явилась восьмой. А, третьей по счету. На этом я хочу закончить, передать слово президенту.